В Красноярске на прошлой неделе высадился целый десант инвесторов, венчурных капиталистов, представителей фондов и других денежных мешков, готовых финансировать инновационный бизнес. Понятно, что высадился этот десант в Красноярском краевом инновационно-технологическом бизнес-инкубаторе, в нашем рассаднике инноваций, в хорошем смысле. Но вот что из этого получилось, заинтересовали ли наши разработки инвесторов, расскажем в следующем сюжете. Красноярский край уже давно заботился созданием инновационной инфраструктуры, то есть набора учреждений, институтов и механизмов, которые способствуют внедрению научных разработок в практику. Еще лет пять назад быть инноватором считалось бессмысленно, кому кроме тебя нужны твои идеи. В лучшем случае находилась компания, готовая опробовать разработку в порядке доброй воли. Сейчас все по-другому. Появился инновационный бизнес-инкубатор, проект технопарка, строится промпарк, действует фонд науки, министерство инноваций и инвестиций. Когда появилась среда, появились и ростки. Оказалось, что инноваторов в регионе огромное количество, причем их идеи и проекты из совершенно разных отраслей. Однако для них созданы лишь первичные условия. Чтобы разработка превратилась в продукт, требуются инвестиции. Можно привести такую аналогию. Мы построили теплицу, засеяли семена и теперь их нужно обильно поливать. И в этом главная проблема. Все денежные фонды и потенциальные инвесторы находятся вовсе не в Сибири, а по ту сторону Урала. Там тоже был создан целый спектр разных институтов развития. Фонд Сколково, РВК, российская венчурная компания, фонд Бортника, Зворыкинский проект и еще множество банковских, государственных и частных институтов, готовых поддержать инновации. Сложилась ситуация, когда идеи оказались на востоке, а деньги на западе. Для их сведения был задуман проект Russian Startup Tour. В Красноярске, безусловно, очень хорошая инфраструктура инновационная. Это и здания, и люди, которые здесь пришли, об этом говорят. Но в Красноярске очень много предпринимателей, известных, популярных, но этого недостаточно, потому что ПЕКО настаёт на том, что нужно развиваться в мировых масштабах, недостаточно популярным и улучшим только в России. Нужно выходить на европейские... В России очень много институтов развития и компаний, которые занимаются поддержкой инноваций, предпринимательства, но они до этого момента были разрознены и не работали вместе. Мы их объединили, посадили в один самолёт и привезли сюда, в Красноярск. Хотя инвесторы и отметили особо Красноярский край как один из самых инновационных, на самом деле Russian Startup Tour – это целое путешествие. Или, как они говорят, роуд-шоу по крупным городам России, оторванным от финансовых центров. Смысл мероприятия прост – показать собравшимся инноваторам все возможные инструменты получения финансирования своих проектов, иные нефинансовые способы поддержки, провести мастер-классы, обменяться опытом и, конечно же, наладить первые контакты. Сейчас есть возможность у наших стартаперов, у наших начинающих, инноваторов ознакомиться с последними всеми веяниями в институтах развития. Представлены абсолютно все институты развития. Раньше они действительно приезжали по одному и не все, которые сегодня представлены. А сейчас это в одном месте собраны все институты развития, которые рассказывают вообще о всех формах поддержки, которые действуют в Российской Федерации, а также каким образом можно выйти на иностранную поддержку с точки зрения финансирования в первую очередь. Не стоит, однако, полагать, что до этого наши инноваторы сидели в ожидании инвесторов. Кое-какие средства им удается набрать самостоятельно из разных источников, преимущественно грантовых. И пока это основной способ выживания и развития, говорит Станислав Шапочкин, резидент Критби, один из разработчиков проекта «Интеллектуальный помощник руководителя» программного продукта, который облегчит управление бизнесом для руководителей. Благодаря инкубатору мы подтянули 2,5 миллиона рублей из разных источников. То есть там есть часть от частного инвестора, часть от фонда науки, часть от федерального фонда бортника. То есть на подтянутые, так скажем, грантовые средства мы разрабатываем прототип системы. По нашим подсчетам нам нужно порядка 5 миллионов. У нас есть 2,5, но вот мы их получили, мы их тратим. У нас остался, наверное, где-то еще миллион на счете. Ну и мы находимся в поиске еще денежных средств, либо инвесторов, либо бизнес-ангелов. Только не подумайте, что десант инвесторов из Russian Startup Tour за время своего визита сразу определил перспективные проекты и выделил финансирование. Нет. Ни фонд Сколково, ни российская венчурная компания, ни представители Зворыкинского проекта даже денег с собой не прихватили. Это было именно знакомство, представление возможностей и налаживание контактов. И теперь уже дело самих инноваторов. Выходить на связь, показывать свои проекты и выбивать финансирование. Как заметил Андрей Гнездилов, никто денег на блюдечки не принесет. За них нужно побороться. И какой же ты предприниматель, если ничего не предпринимаешь сам? До новых встреч! Пока! Продолжение следует...